Ну я реально уже начинаю чувствовать безумие. Искра, буря, безумие. Я точно знаю, что в этой коробке. Чё, копики пацаны несут дома с тусовки? Здрасте, дамы и господа, меня зовут Димка, и это мой супермаркет. Мы продолжаем его развивать, несмотря на то, что эти коробки очень жёстко размножаются. А вот эти два щелика похожи на сценку из фильма «Сияние», где стояли две сестрёнки в коридоре. Я думаю, это топовая причина, чтобы начать очень жёстко банчить в нашем магазине. Я так понимаю, если они стоят, это значит продукты очень жёстко расфасованы по полочкам. Ну, посмотрите, никаких пропусков, только здесь немножечко склад за стороны. Но ничего, мы с этим разберёмся, потому что я Дима Закупка. Не Залубка, а Закупка, потому что мы за это отвечаем. Точнее, я за это отвечаю, за то, как будут наполнены товары в этом магазине. Всё, мужики уже на смене стоят. Блин, как же они ненавидят этот новый день. Ребята, новый день, новый пятак. Запомните это, Вася, ну улыбнись ты. Ладно, Вася, по-моему, всегда такой, возможно, его слегка... Прокинула слегка тянка, как вот эти вот пацаны. Ну-ка, куда-куда-куда они смотрят-то? Поморосить перед работкой-то надо? Неужто они на одну тяночку запали? Не знаю, эти вопросы, которые не требуют ответа. Тихо-тихо-тихо, пацаны, тайный покупатель идёт. Ну-ка, ну-ка, обслуживаем нормально, обслуживаем. Картоха на месте, всё хорошо, так, ага, ага, добрый день. Тут, смотрите, у нас немножечко коробки, только расфасовываем. Всё, почти прибрано мыло, отличный выбор мыло. Так, сейчас, погодите, мыло, ценники, всё чистое. Надо проверить на предмет пыли полки. Так, всё нормально, это я РП такие действия делаю. Пальчиком провёл по столу, и всё у нас замечательно. Короче, мы сегодня набанчиваем бабла, сейчас посмотрим, что там я должен вообще кому. На самом деле, если я кому-то должен, я бы всем простил с радостью, но, по-моему, так не проканает. Ё-моё, нихрена тут платежей, возвраты. А чё так много возвратов надо? С меня требуют? Чуть ли, я не знаю, чуть ли не пятёрку. А, ну это я просто недавно кредит взял. Можно уже двушку погасить досрочно, но мы это делать не будем. Ладно, хрен с ним. Сейчас мы заглядем в менеджмент, посмотрим счета. Так, это лицензия, и чё здесь можно купить? Тысяча девятьсот пятьдесят. Погодите, мы дальше можем кетчуп и майонез продавать. Нам надо две восемьсот, короче, накопить, и уровень магазина двадцать пять. Пиво уже рядом, ребята. Не отчаиваемся, мы почти дожили до этого дня, и мы скоро будем этим бачить. Ты посмотри-ка, люди уже начинают собирать. Э, пацаны, ну-ка, перекурили? Давайте быстро расфасовываем все товары, чтобы всё лежало на полке и свистело просто, блестело. Погодите, у нас недостаток чокопика. Это как я так просмотрел? Я даже не помню, какие товары здесь валяются. Я что-то здесь надропал. Уже там все в комментах шутят про то, что коробка какая-то мечтала улететь в космос, хотела стать космонавтом. Там такой бред. Уже все начали сходить с ума от этих коробок, но нет. Вы меня не сдвинете с места, я не уберу эти коробки, нихрена. Они будут здесь до тех пор, пока у меня комп лагать не начнет. И, по-моему, это произойдет уже очень скоро. Так, шоколадки на месте, соль на месте, орвало, очко порвало, это слишком дороговато для вас, мадамочка. Сейчас мы, короче, топовую закупку чокопиков делаем. Это товар номер один в моей категории. Ребята, вы давно хотели закупиться как следует в стиме играми, но вы не знаете, как пополнить баланс своего аккаунта? О, нет, я не знаю. А для этого есть специальный сервис steamkuppicot.com. С помощью него вы сможете просто дешево и безопасно пополнить баланс своего аккаунта. А также через этот сервис вы сможете приобрести игры, недоступные в РФ. Данный сервис имеет самую низкую комиссию на рынке, а мой промокод маневр снижает комиссию пополнения на 2%, а также дает скидку 10% на покупку игр гифтом. А для тех, кто пополняет баланс первый разик, есть специальный промокод маневр. С помощью него вы пополните баланс первый раз без комиссии. Допустим, я хочу пополнить баланс своего аккаунта monver. Вот сколько у меня тут, 1600 тенге находится. Все, что вам нужно для пополнения, это указать свой логин в стиме, выбрать валюту, которая придет вам на аккаунт. В моем случае это тенге. Применить мой промокод маневр, а также пополнить. И баланс на моем стиме реально пополнился. Ого, ничего себе. А если вы хотите пополнить баланс зарубежного аккаунта, вы сможете это сделать через подарочные карты стим, которые есть на этом сервисе. Ну и все так просто, ведь Купикод это целая экосистема, где развивают честность и лояльность по отношению к каждому клиенту. Пополняя счет через данный сервис, вы сможете поучаствовать в конкурсе Купили Арт, где можно будет выиграть стимдек. Ссылка на данный сервис будет в описании. Всем удачи. Что-то, по-моему, подлагивать начинает. Или мне кажется. По-моему, все-таки мини-фрезы уже начинаются. Возможно, я даже избавлюсь от парочки коробок. Это специально для тех ненасытных комментаторов, которые мне пишут, «Дима, убери, пожалуйста! Я не могу смотреть на эти коробки, я запинаюсь! Я был тайным покупателем!» Да какая нафиг разница, пацаны? Потому что Тони Старк всегда у нас лежит, картоха есть. Да у нас вообще запас мы от этих покупателей откидываемся очень жестко. Пацаны на складе просто такие «Е-мое, чё, Купиками?» откидываются. Которые стоят, кстати, 6,52. Надо, ладно, пока цену не будем фиксить. Но пока что все нормально, товары идут отлично. Водичку я давно не заказывал. Меня расстраивает то, что этот холодильник опускается в наполнение, в смысле. Сейчас мы его заполним немножко. Где тут оно? Тут главное с ума не сойти во время закупа, потому что Диман закупка уже реально требует отпуска после таких жестких закупов. Надо вообще корпоратив с пацанами устроить уже. Если забухать пивка, оно, наверное, сближает как-то. Обычно на корпоративах там пацаны... В смысле сближает по-дружески, я имею в виду. А не то, что вы там могли подумать. А то я знаю уже, мне сейчас там понапишут всякую дичь. Типа, Димка, ты чё там? Дима, ты чё там? С ума посходил, что ли? Или что? Да не, нормально у меня всё. Так, пацаны, тут произошли непредвиденные условия. Я какого-то хрена среди дня случайно закрыл магазин. Но теперь я его снова открыл. Мы просто в холостую до восьми вечера проработали. Я не понял, как это произошло. У нас просто убытки по трудовым часам идут. Пацаны, сегодняшняя смена не будет оплачиваться. И Васька не грусти так. Завтра отработаете нормально всё. Петрухи, давайте, разгружайте. У нас тут ещё... Чё там у нас? Макароны. Блин, опять... Опять у нас убытки, по-моему, начинаются. Надо вот здесь поковыряться. Может, на полу какие-нибудь макароны валяются? Можно разложить. Погоди, вот кола какая-то есть. А какого хрена? А вот это чё такое? Отбеливатели. А макаронов нету? Блин, пацаны, Диман-закупка начинает свистеть уже по всем швам. Чё здесь такое? Блин, клиндишь, какие-то бумаги туалетные. Ё-моё, у меня вообще просто передоз вот этих туалетных бумаг быстрее. Я уже начинаю реально с ума сходить в этой игре. Потому что тут... Ты посмотри, ну сколько коробок здесь. Я понимаю, что они там уже хотят космонавтами стать. Как делали тетропаки. Но я реально уже начинаю чувствовать безумие. Искра, буря, безумие. Я точно знаю, что в этой коробке. Чокопики, пацаны, несут дома с тусовки. Она точно не знает, что в этом чокопики. Она кричит, хватит. Но мне не хватит. Короче, смотрите, вы мне там ещё писали. Типа, нахрена ты такие цены раздуваешь? Никто этого покупать не будет. Вы думаете, я смогу осилить закуп вот этого содержимого? Вот этого холодильника? Если ещё вот здесь начнёт свистеть всё по швам, я реально с ума сойду. Я не смогу всё так быстро поддерживать, как вот эти пацаны. Поэтому нам надо как-то нормально всё раздуплить. Всё, у нас сегодня трудовая смена очень плохо закончилась. У нас сегодня 1662 доллара. По-моему, где-то я муку заказывал. Какого хрена она ещё не разгружена? Это вода. Блин, ребята, что-то тут вообще всё реально засвистело. Пошло. А вы что стоите, смотрите на меня, улыбаетесь? Это просто крах империи Минвера. Ты посмотри, это что такое? Это просто... Это ужас какой-то. Я не знаю, как с этим взаимодействовать. Я сначала дрючу этих пацанов за то, что они коробки не таскают нихрена. И теперь они, по-моему, дрючат меня своим взглядом. Пока я загружаю вот это вот всё дерьмо в свой магазин. Блин, а чё клиндиши-то не разбирают? По-моему, я чё-то дороговато их начал продавать. Но туалетка тоже со свистом полетела. Я её подешевле сделал. Смотрите, что я делаю. Выбрасываю клиндиш для бродяг. Так, и чё тут у нас? Ещё есть апельсиновый биосок. Тоже надо разгрузить. А я нормально, я впрок закупился. Я, походу, знал, что будет такой кризис. Но тут молочко ещё валяется всё равно на полу. Повсюду опять эти клиндиши. Курица просто гниёт на улице. Нихрена я, какой рифмач. А почему она так это не раскупается? Наверное, ценники слишком хорошие я поставил знатные. Ну, просто люди не вывозят. Думаю, этот товар не для них. На самом деле у меня магазин для всей семьи доступен. Пабло, сахар надо тоже загрузить. Так, у нас не хватает картошки. Чё, купики есть? Картоха... Где картоха-то? Где-то здесь валялась. Вот картошка есть как раз. Короче, пофиг. Давайте начинаем сразу же следующий день. Завершаем. Чё там у нас сегодня по прибыли? Мы работали полдня. Потому что я забыл перевернуть вот эту вот табличку. Сразу же открываем. Вы мне говорили ещё мониторить цены в начале дня. Чё, как продаётся. Но это реально невозможно уследить. Реально-нереально, я бы даже сказал. А почему паста валяется здесь? Не понял. Загрузите её сюда. Я, короче, знаете, я в эту игру, по-моему, настолько переиграл. Точнее, нет. Я просто в неё переиграл. Я как-то на днях зашёл в магазин купить кофе. Захожу, магазинчик тоже такой же маленький. И были там полупустые полки. У меня прямо в мозгу, знаете, среагировало. Мне аж захотелось коробку какую-нибудь взять и вот так... Вот так жёстко разгрузить всё. Но я потом понял, что действия происходят в реальной жизни. И я немножечко остепенился. Возможно, надо было в этот магазин уже устроиться складским пацанчиком, как Петруха. Но тут реально уже можно свистеть начать в этом магазине. Не в прямом, а в перенопственном смысле. Свистеть кукушкой. Во. А мы можем ещё одного кассира нанять? Сколько мы должны преодолеть? А, я должен лично на кассе же сам простоять. Ща, погоди. Погоди, ща посмотрим, где. Мне ещё говорили. Дима, ты уже магазин расширь. Тут уже людям некуда деваться. В смысле, некуда деваться. Нормально у нас тут ещё место есть. Я, конечно, могу раздел купить. Просто нам будет некуда, наверное, продукты потом складывать, да? Давайте реально раздел купим, пофиг. Погодите, у нас тут немножечко раздуплили помещение. Смотрите, у нас магазин реально начинает расти. Всё. Посмотрите, сколько грязи мы можем сюда ещё впитать. Ой, блин, ну тут какие-то, знаете, миллиметровые расстановки. Вот могли бы и пощадить меня. Я бы вот впинал бы этот шкаф. По-любому бы. Он бы со скрипом бы сорвал бы вот эти все обои, но он бы туда заехал, по-любому. Мне вот не нравится, вот здесь какая-то стена теперь. Какое-то отчуждение вот этого хозяйственного отдела. И вот здесь мне показалось, как будто пол в чём-то уделан. Вот здесь вот мы можем теперь понаставить целую кучу прилавков. Холодильники мы вот так вот переносим, чтобы немножечко, посмотрите, мы у базового кассира освободили пространство. Он теперь не будет слишком сильно потеть, а то взмок у него, аж порвалась рубашечка тоже. Ты посмотри-ка, какие они реальные братья, походу. Аж рубашки порвали друг за друга одинаково. Брат, у тебя порвалась рубаха, я порву её так же. Брат. Всё, брат за брата такое, за рубаху взято. Нормально, разгружаемся, ребята. Чё тут у нас по молочку? Я-то чисто на складе работаю нормально. Можно это, по-моему, уже в резюме даже заносить куда-нибудь на хэ-хэ, или где там можно искать работы. Я не знаю, давно работы не искал, мне как бы вполне хватает на вот этом складе. Смена вроде бы работает. Знаете, чё-то я притомился немножко на смене. Пусть пацаны пока потаскают, можно встать и слегка сделать имитацию того, что слегка перечпыхал. Так, а это что у нас такое, я не пон? Это морозилка. Давайте это просто морозилка будет сиять ярко. А, блин, а чё-то её некуда поставить. А вот поставлю вот здесь. Короче, ещё прямое включение. Со следующей недели стараюсь садиться на плотную ппшку. Не на пистолет-пулемёт, а на ппшечку. Надо вообще всё высчитать и к лету просто жёстко высушиться, пацаны. Вообще, молодые спортсмены, приветствуйте меня. Это, если чё, отчёт тем, кто мне задаёт вопросы. Дима, как у тебя дела вообще ежедневные? Вот, я вам говорю о своих планах. Заказал даже себе весы, буду жрачку для себя взвешивать. Во какой я нормальный. И вчера ещё купил себе сковородку. Неплохая сковородка, мне понравилась. Я прям почувствовал себя таким, знаете, хозяйственником. Прямо схватился за домашнее хозяйство дома. Не за своё, а за кухонное. Нормально, нормально. Вы можете сказать, Дима, у тебя что, уже крыша поехала от этого магазина? Ну, ребята, я уже посвистывать начинаю потихоньку. Ну, а чё поделаешь? Таковы жертвы. Таковы жертвы моего магазина. Где у нас яблочный сок, я не понял. Почему у нас его нету? Куда его закупить? Вообще пофиг. Вообще, вот просто беру. Блин, закрыто в 9 вечера. Кто вообще, почему не работает? Где онлайновые штрихи? Светильник мне ещё нужен. Почему они не возят мне товар ночью? Они должны знать, что у меня отгрузка идёт. Мне надо вот сюда два прожектора ещё. И чтобы они вот так вот светили, как Бэтмена, когда вызывают. Типа, Диман просрочка, чтобы там в небе горело. Петруха, давай аккуратнее. Ой-ой-ой, у нас, по-моему, соки на подходе к концу. К чьему концу только, я не знаю. На самом деле, ребята, сегодня должен был быть летсплей по другой игрушке. Я вам сейчас фрагментик сюда вставлю. Это какая-то дырявая фурятина. Во, пацаны. Ещё, по-моему, ключ к разгадке. Ой, ё-моё, нет. Чё, неплохая, да, игрушка? Ну, это так, пасхалочка для тех, кто будет смотреть это видео. Не каждый выдержит по нервам просмотр данной видеокарты. По 25 баксов за штучку. Нормально. Я вам сейчас ещё поднаценю. 26, чтобы сильно часто не выкупали. Вот, смотри, смотри, начал покупать. Я только цену поменял. Он такой со слезинкой, знаете, из глаза. Но стерпел и всё равно пошёл покупать. Такой, бля, наценили прямо при мне. Ну, я куплю и стерплю. А дома он придёт и начнёт визжать в подушку. Такой. Патата, ещё навезли потата. А это не потата, это, блин, Дондоу. Дондоу, туалетная бумага. Они её всё ещё выкупают? Я вам сейчас поставлю цену. Всё. 20 баксов. Вернули. Она, по-моему, 20 бачей стоила. Её отказались люди покупать. Какать-то надо. И всё равно будете покупать у меня. Либо будете попой тереться об вот эту вот тротуарную плитку. Чё вам ещё остаётся делать? Ничего. Смириться только с тем, что я вам предлагаю. Смотрите, кем бы мог быть Василий, если бы не устроился ко мне в магазин. Он был бы успешным человеком. А вместо этого он просто стоит у меня на кассе. А, это не Василий, я его перепутал. Он прямо сжимает кулачок, как Гомер Сипсел сейчас. Зрители-то вообще самые топовые, пацаны. И девочки тоже. Вообще. Только топовые ребята смотрят Минверы. И просто потом выделываются передо всеми. Ха-ха, хорошо, что они про Минвера не знают. А я-то знаю. Я такой продвинутый. А они его ещё и не смотрели. Ещё и не выкупают. Такие лохи. Увидимся на миллионе. Хы. Хы. У меня реально что-то кукуха свистит, по-моему. Ребята, может мне проветриться? Надо как-то это прогуляться. Пойдёмте лучше на свиданку с какой-нибудь тяночкой сходим. Hello, lady. Так, ладно, она меня опрокинула. Осторожней, тяночку не сби... О-о-о. Ужас какой. Срисуйте номера этого штриха быстрее. Ге. 456-31. Быстрее срисовывайте. Звоните кто-нибудь в полицию. Блин, меня, по-моему, тоже чуть не сбили на Альфа-Ромео. Дима, свали с дороги. Хорошо. Да, короче, в прямое включение. Вчера вообще чисто слышу. Сплю. Слышу, как соседи орут друг на друга. Просто как балбесы там. Заткнись! Я не могу тебя слушать! И я вот сидел, вот лежал и слушал вот эту вот дичь. И просто впитывал. Мне вот хотелось, знаете... Мне хотелось визжать. Мне хотелось кричать. Возможно, от этого у меня сегодня такое сумасшедшее состояние. Возможно, во мне опять начинает просыпаться манвериканский психопат. Я не знаю, как Петрухи держатся здесь, но у меня уже реально кукуха отъезжает. Хоть это и мой магазин. Всё должно быть в порядке. Я хотел вообще на аутсорсинге поплёвывать в камеру, просто поплёв... Поп... Поглядывать. Я уже начинаю заговариваться. Нам нужно отбеливать или в эту честь. Сюда бы добавили гамблёрские возможности. Вот тогда бы игра стала реально сложной. Я бы просто просирал бы все деньги в конце рабочего дня. Пацаны не получали бы от меня бы ни хрена. Никакой бы зарплаты не было. Да они у меня вообще не на зарплате. Я им говорю, на неделю занесу, брат. Ты посмотри, он меня, по-моему, хочет убить. Ладно, я не буду стоять у него над душой. Пацаны, здесь могла быть ваша зэпэха. Смотрите, я просто выкидываю это на помойку. Потому что я могу это сделать. Эй, беля! Я сейчас вот так вот встану. Закупаемся, пацаны. Блин, как же он меня ненавидит. Ладно, я не буду ничего говорить. Я просто промолчу. Нет, я буду просто носить в склад. Потому что, по-моему, пока я б сделал, наш склад прохудел. Сок яблочный, кстати, очень вкусно. А, вот они, вот они, панзати, панзати. Вот сюда, вот сюда, панзер. ПЗ, КВ, ПФ4. Ой, ё-моё, сейчас танкисты меня там просто заструт. Чё, чё ты, Дима, произнёс? Что ты там сказал? ПЗ, КПФ4? Ты чё, там на танках играешь? Не-не-не, пацаны. Это я так мимо проходил просто, чё-то вспомнил. Вот эти бомбеки. Почему они валяются? Они мне глаз мозолят. Это я их просто выкину, потому что они лишние. Но зато мы можем купить кофе в светлой обжарке, бутилированную воду, яйца. Я уже, знаете, чё готов сделать? Я готов встретить своих покупателей. Коробки должны работать. Насколько у нас экологичное производство в магазине. Мы даже не выбрасываем эти коробки, понимаете? Чтоб не загрязнять окружающую среду. Поняли, насколько я забочусь об окружающей среде? Вот это, как её там зовут, Гретта Тунберг. Она бы, наверное, была бы мне просто довольна. Она бы мне респектанула бы за это. Вы посмотрите, как я сделал. Вы посмотрите, это экологически чистые коробки. Я теперь просто вот так вот вымачиваю, чтобы клиенты такие просто идут. Ля-ля-ля, покурить. И у них просто нету выхода. Ты посмотри, этот чел идёт прямо по коробкам. Он просто бес какой-то. Блин, обо мне, наверное, в местной газетке даже напишут. Не то, что, типа, местный дурачок разложил коробки на дороге, а уважаемый ИП сделал дороги из картона. Можете, кстати, в комментариях присылать резюме, если хотите устроиться ко мне вот в этот магазинчик. Я прочитаю все ваши резюме. Надеюсь, там кто-нибудь оставит какой-нибудь рофельный комментарий. Давайте всё, короче, парни и девочки, останавливаемся здесь. Давайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, оставляйте комменты. Всем давайте пока. А у меня пока что что-то отлетело кукуха немножко.